Всем привет! В этом видео вы узнаете топ 10 самых подходящих отелей категории 5 звезд для отдыха в Шерм-эль-Шейхе зимой. То есть период с декабря по март включительно. Хотя и в любое другое время года отдыхать в этих отелях тоже будет комфортно. Потому что именно в этот период ветра, которые дуют в Египте, очень холодные. И если неправильно разобраться с отелем, то можно провести весь свой отдых на пляже в теплой одежде. В то время, пока другие туристы, которые прилетят вместе с вами на отдых одним и тем же самолетом, будут комфортно загорать на солнышке. И возможно всего в 10 километрах от отеля, который выбрали именно вы. Обращаю ваше внимание, что в Шарме есть отели по выше уровням. То есть качественнее, чем отели в этом топе. Но они находятся именно в самых ветреных местах Шерм-эль-Шейха. Список этих отелей составлен на основе самой актуальной информации. Ссылки на более подробные обзоры этих отелей будут в описании к этому видео. Сразу попрошу вас зрителей об одном очень легком действии, которое принесет большую пользу и помощь всем туристам в поисках подходящего отеля для отдыха зимой в Египте. В комментариях под этим видео я создам тему по всем отелях Шарм-эль-Шейха. И если у вас есть опыт отдыха в этих отелях, то напишите пожалуйста свой отзыв под конкретным отелем. Именно этим вы окажете очень большую помощь абсолютно всем туристам, которые ищут подходящий отель для отдыха зимой в Египте. А теперь подписывайтесь на канал, поделитесь ссылкой на это видео в ваших соц. сетях и давайте к делу. Десятое место. Моритим Джоли Вилли Казино 5 звезд. Средний бюджетный отель расположенный в одной из самых теплых бухт Шарм-эль-Шейха Нама Бэй на первой линии. Всего в 400 метрах от всей променадной инфраструктуры и активности, то есть есть куда выйти и где погулять. Открыт в 91-м, последняя реновация была в 2022 году. Территория большая, 130 тысяч метров квадратных, места хватает всем. Но территория разделена на три зоны, так что обращайте внимание при выборе правильной категории номера. Озеленение нормальное, есть и газоны и пальмы, но все равно не так много, как у некоторых конкурентов. Пляж. Протяженность всего примерно 110 метров. Да, относительно небольшой, но это особенность почти всех отелей в бухте Нама Бэй. Полностью песчаный, с плавным заходом в море. Подойдет всем, и детям, и тем, кто не умеет плавать. Кораллового рифа можно сказать, что нет, а только подобие, возле которого плавает несколько рыбок. Но можно пройтись примерно 470 метров влево на пляж отеля Новотель Бич и посмотреть на отличный риф для этой бухты. Питание. Несмотря на относительно невысокий бюджет отеля, большинство туристов хвалят питание и разнообразие. Но все равно каких-то интересных изысков ждать не стоит. Алкоголь. Обычный египетский местный, бесплатно. Импортный за хорошую доплату. То есть, кому нужен нормальный, то лучше взять из дьюти-фри. Бассейны. Всего их в отеле три. А также имеется три водных горки средних размеров. Главный бассейн и с горками подогреваются в зимний период. Wi-Fi бесплатно по всей территории отеля и даже в номерах. Номера стандартных размеров есть полностью обновленные. Выглядят очень хорошо. Есть еще со старым ремонтом. Конечно, вид совсем другой. Но при наличии свободных номеров и чаевых, все можно решить на месте. Персонал отзывчивый и услужливый. Все вопросы стараются решать быстро. Анимация хорошая, но в основном только днем. Вечерами выглядит уже не так интересно. Отзывы. В последнее время в основном только положительные. И неудивительно, ведь отель много чего сделал в лучшую сторону. Резюме. Хороший, нормальный отель для универсального отдыха. То есть, и для семей с детьми, и только взрослых. В зимнее время номера поближе к пляжу, на ближайшие даты обычно в стопе. Так что вовремя думайте о вашем отдыхе. Девятое место. Nama Bay Promenade Beach 5 звезд. Еще один бюджетный отель, расположенный в самой бухте Nama Bay на первой линии. До активной части променада нужно пройтись. Примерно 800 метров. Открыт в 96 году и в последние годы постепенно проводит косметические ремонты. Территория отеля совсем небольшая. Всего 20 тысяч метров квадратных. Озеленение есть, но не самое интересное среди всех отелей этого топа. Пляж. Относительно просторный. Заход в море полностью пологий и песчаный. То есть, подойдет абсолютно всем. Королевого рифа нет, но в соседнем отеле Novotel Beach риф есть. Можно пройтись вправо примерно 100 метров и полюбоваться этой красотой. Питание. Качество пищи, ассортимент и внешняя эстетика блюд обычно нормальны. Но по разнообразию тут все ограничено ценой. То есть, не ждите от отеля ничего интересного и не будете разочарованы. Алкоголь. Тут все стандартно, по-египетски только местный. Из минусов бар работает до 22 часов. После алкоголь только платный. Бассейны. На первой линии всего их два и оба без подогрева в зимний период. Горок нет. Wi-Fi бесплатный по всей территории. Ловит нормально. Номера средних размеров. Есть обновленные, выглядят приятно. И есть еще, которые не обновили. В принципе, при заселении вопрос решаем. Если туристы щедры на чаевые. Уборку номера делают ежедневно и более-менее нормально. Персонал. Учтивый в обслуживании и ненавязчивый в общении. Анимация. Стандартный египетский набор. Акваэробика, йога, волейбол, дартс, боча. Вечером обычно проводятся развлекательные шоу. Отзывы. Несмотря на то, что отель бюджетный, негатива особо не встречается. Большинство туристов довольны отдыхом в этом отеле. Резюме. Универсальный отель, но все же для детей интересных моментов кроме пляжа особо нет. Кстати, через дорогу есть второй отель этой сети. Их объединяет общая инфраструктура и сервис. Гости могут бесплатно пользоваться бассейном и баром Пергола на второй линии. И кто хочет немного сэкономить, то можно бронировать вторую линию. По качеству вторая линия уступает не сильно. Основные отличия только по расположению. Восьмое место. Nama Bay Resort 5 звезд, который раньше назывался Тропитель Nama Bay. Хороший эконом вариант тоже в самой теплой бухте Nama Bay. При этом в самой активной части этой бухты. То есть вся развлекательная инфраструктура находится сразу за порогом отеля. Открыт в 2002 году и постепенно проводится косметический ремонт. Состоит из основного пятиэтажного здания и зоны Resort Area, которая находится на возвышенности. Территория отеля средних размеров для этого курорта и составляет 75 тысяч метров квадратных. В отеле есть несколько бассейнов. В главном бассейне заявлен подогрев. Также в зоне Resort есть бассейн с тремя горками среднего размера. Питание есть в количестве достаточно. Разнообразие так себе, но голодными туристы не будут. В общем стандартное питание для эконом пятерки. Номера есть нормальные, есть обновленные и есть старые. Требующие ремонта. Но это есть абсолютно во всех отелях Египта в возрасте. Тут как повезет. Но естественно на месте деньги решают все. Wi-Fi в номере платно, но заявлен бесплатно в лобби отеля. Базовый доступ. В общем лучше купить местную симку для интернета и не париться. Пляж примерно в 200 метров от отеля. Есть бар с бесплатными напитками. А также перекус. Положительные моменты пляжа в том, что тут тепло, безветренно, есть пологий песчаный заход, но тем не менее местами могут быть камни. Рифа интересного нет, но на рыбок посмотреть можно. Самый большой недостаток это размер пляжа. Он реально маленький и тесный. Персонал улыбчивый, отзывчивый, но в ресторане справляется не на отлично. Особенно касательно чистоты. Анимация достаточно активная. Йога, стретчинг, акваэробика, дартс, танцы вечерние и ночные развлекательные шоу-программы. И походы в ночные клубы. Отзывы. В целом по отелю всегда есть положительные и отрицательные. Как и на любой другой эконом в Египте. И все это обусловлено ценой отдыха в этом отеле. Резюмер. Отель для любого типа отдыха. То есть с детьми и без. И для туристов, которым нужны активные развлечения. Особенно за территорией отеля. Магазины, ночные клубы, базар, кальянные, кафе. И несмотря на то, что отель по уровню эконом, цена зимой чувствуется хорошо. По сравнению с отелями, которые находятся в ветреных местах. Седьмое место. Моленпик Резор Шарм-эль-Шейх 5 звезд. Специфический отель только для определенного круга туристов. Находится на краю бухты Нама-бэй. Поэтому самая активная развлекательная инфраструктура находится недалеко от отеля. Открыт в 98 году. Последняя реновация в 2010. Территория очень большая. 160 тысяч метров квадратных. Так что места хватает всем. Имеет на своей территории условно 5 пляжей. Пляж песчаный с частичным пологим заходом в море для детей. А вот попасть к рифу можно по небольшому понтону. Длина которого 30 метров. Кстати, для бухты Нама-бэй это очень хороший риф. Рыбок много. Естественно, как и везде, есть опасные и безопасные. Есть живые и красивые кораллы. Корпуса амфитеатром спускаются к берегу моря. Что обеспечивает чудесный вид почти со всех номеров. И хорошую защиту от холодного ветра зимой. Номера нормальные, чистые. Все рабочее хоть и немного устарели. Насчет питания. Есть спорные моменты. Половина отдыхающих едой довольна. А другая половина жалуется на очень скромный выбор. Хоть еды и вполне хватает всем. В целом, такие отзывы по питанию есть абсолютно во всех отелях. И не только Шарм-эль-Шейха. И все сводится только к нравам туристов. Бассейны. Всего два. Один для взрослых, второй для детей. Оба с подогревом в зимнее время. Горок нет. Вайфай ловит на всей территории отеля и пляжей. С очень неплохой скоростью. Персонал любезный, но часто не старательный. Особенно это заметно в ресторане. Развлечения. Этот отель не для тусовок. Это прям 200%. Аниматоры есть, но они не навязчивые. Стрейчинг, детский клуб, что-то проводят. Но все на лайки. Детские дискотеки каждый день, потом шоу 21-30. В общем, все по классике. Отзывы. Тут полный набор. От отличных до ужасных. С отличными тут все понятно. С негативными тут тоже все очень просто. Одни туристы купились на бренд. Другие просто не поняли суть отеля. И естественно, дальше будут сплошные придирания, а не отдых. Резюме. Этот отель для ценителей красоты природы и спокойного отдыха. Такой себе египетский Санторини со специфическим сервисом. Чудесные виды со всех точек. А уж вечерами, как зажгут фонари, даже дух захватывает. И чего стоит красивейший променад. Прямо от бассейна до главной улицы Намабей. Где ночная жизнь во всей красе. Шестое место. Альбатрос Аквапарк Шарм-эль-Шейх 5 звезд. Один из самых новых отелей Шарма. Находится в районе Хадаба на второй линии. Открыт в 2017 году, поэтому никаких ремонтов еще не было. Гости пользуются пляжем Альбатрос Шарм 4 звезды, который расположен в самой безветренной бухте Шарм-эль-Майя. До пляжа можно добраться на трансфере, который ходит в среднем каждые 30 минут. Пешком тоже можно, но не стоит. Есть отличный пологий песчаный заход в море. И кораллы тоже можно посмотреть. Но тогда нужно немного пройтись в сторону выхода из бухты. Естественно, самой главной особенностью отеля является, несомненно, аквапарк. И хоть для взрослых в этом отеле есть всего 4 горки, эти горки являются самыми высокими и самыми интересными во всем Шарм-эль-Шейхе. А вот для детей есть аж 55 горок и 35 водных игр. В общем, естественно, дети, которые любят такие развлечения, будут просто в восторге. Из общего количества всех бассейнов в отеле заявлено 4 бассейна с подогревом в зимний период. Но чаще всего подогрев включают не во всех 4 бассейнах. А самый большой минус – зимой бассейны с горками не подогреваются, поэтому на горках кататься тот еще экстрим. Гости отеля могут пользоваться всей инфраструктурой отеля Альбатрос Акваблю 4 звезды без ограничений. То есть аквапарком, барами и ресторанами. Wi-Fi на всей территории отеля приемлемый. YouTube особо не посмотришь, но на мессенджеры, почты и нетяжелый веб вполне сойдет. Питание хорошее. Как правило, всегда есть курица, кебабы, телятина. Бывают и креветки с кальмарами, но не часто. Алкоголь, как и во всех отелях Шарма. Местный бесплатно, импортный только за доплату. Номера все большие и неудивительно, ведь отель заточен для семейного отдыха. Состояние нормальное, но по некоторых номерах видно, что в отеле туристы отдыхают и оставляют после себя следы отдыха. С уборкой нормально, никто обычно не жалуется. Персонал дружелюбный, но иногда не совсем быстрый. Анимация. Тут все стандартно в стиле сети Альбатрос. То есть стараются делать максимально активные. Днем куча всяких спортивных мероприятий. Зарядка, дартс, пинг-понг, акваэробика, йога. Вечером тоже движуха. Мультики, мини-диско, шоу-программа плюс караоке. Отзывы. Почти все положительные. Негатива особо не найдешь. И реально, если туристы правильно выбрали этот отель, то придраться особо не к чему. Резюме. Это один из лучших отелей в Шарме, заточенный для отдыха с детьми. Взрослым без детей тоже можно ехать, но только тем, кому не мешают дети. Потому что детей тут реально много. Пятое место. Иберотель Пелос 5 звезд. Этот отель находится в самом центре самой безветренной бухти Шарм-эль-Майя на первой линии. При любой погоде и в любое время года тут не будет волн и сильного холодного ветра. Буквально в паре сотен метров от отеля находится торгово-променадная инфраструктура и олд-маркет с самыми низкими ценами во всем Шарме. Открыт в 96 году, последняя реновация в 2019. У отеля много отреновированных номеров и процесс обновления продолжается. Территория отеля небольшая, всего 30 тысяч метров квадратных. Но в этом есть и свои плюсы. В том, что все рядом и не нужно ходить по полкилометра, например, к пляжу или к ресторану. Отличный прекрасный заход в море. Большой плюс для тех, кто не умеет плавать и боится глубины. Кроме того, у отеля есть дополнительный коралловый пляж, до которого несколько раз в день курсирует бесплатная лодка. Многие отдыхающие в данном отеле отмечают отличный сервис и достаточно разнообразное питание. Концепция питания обычная и представлена в виде шведского стола. То есть еда и местные алкогольные и безалкогольные напитки входят в стоимость проживания. Но кому нужен нормальный импортный алкоголь, то он только за доплату. Нарекания в основном есть на качество интернета, который заявлен бесплатно на территории отеля в базовом доступе. Но это решаемо с помощью мобильного интернета, местной связи. Раньше некоторое время отель принимал туристов с детьми. Но сейчас, когда наладился поток туристов из Европы, с октября 2021 года отель поменял концепцию на Adult Only 16+. И больше не принимает гостей с детьми. Бассейны. Всего их два. Один с подогревом зимний период. Горок нет совсем. Но кому нужны горки, то можно за доплату посетить самый крутой аквапарк в Шарме в отеле Альбатрос. Персонал вежлив и приятен. Громких недовольств у туристов практически не бывает. Анимация. Тут софт. Есть и дневные развлечения, и вечерние. Но по сравнению с другими отелями активность будет ниже. Номера. Категорий много, но все категории просторные. Есть, конечно, не все обновленные. Это больше касается мебели. Но прям существенного негатива не вызывают. Отзывы. Очень много положительных. И у отеля много постоянных гостей. То есть те, которые приезжают в этот отель по несколько раз. Негативные отзывы встречаются, как и везде. Но обычно это индивидуальные особенности у туристов, а не массовый характер. Резюме. Один из немногих отелей в Шарме для отдыха без детей, в котором есть все для отличного отдыха, особенно зимой. Касательно молодежи. Ехать можно, но именно в самом отеле активно не потусишь. Зато за порогом отеля будет достаточно активностей. Зимой отель в ближайшие даты, как и многие другие отели из этого топа, часто в стопе. Так что вовремя думайте об организации своего отдыха. Четвертое место. Новотель Бич 5 звезд. Расположен почти в самом центре Наамабель. В шаговой доступности от многочисленных сувенирных магазинов, баров и ресторанов. И естественно находится на первой линии. Так что для зимы тоже вариант то, что нужно. Открыт в 91 году. Последняя реновация была в 2002. Отель средних размеров. Общая площадь 38 тысяч квадратных метров. Но зато территория красивая и ухоженная. Хороший песчаный заход в море большой плюс для детей и туристов, которые не умеют плавать. Также есть неплохой коралловый риф для бухты Наамабель. Можно даже сказать отличный риф. Большое разнообразие рыб, безопасных и опасных. Есть живые и красивые кораллы. В общем, естественно, это не самый интересный домашний риф в Шарм-эль-Шейхе. Но что касается пляжа, то можно сказать, это один из лучших комбинированных пляжей в Шарм-эль-Шейхе. Касательно питания. В отеле оно представлено в виде стандартного шведского стола. Есть абсолютно все, что необходимо на отдыхе. Но разнообразие, естественно, отличается от отелей, которые выше уровнем и ценой. Или в отелях, которые находятся в ветреных местах. В отеле есть всего один открытый бассейн, в котором есть секция для детей. В зимний период имеется подогрев бассейна. Город нет, но есть две небольшие детские горки в отеле Новотель Пальм, 5 звезд, через дорогу, которыми можно пользоваться бесплатно. Номера есть обновленные, есть в которых ремонт еще не сделали. Важная особенность, что есть номера, у которых нет балкона или террасы, а только окно. И выбрать номер с балконом можно только на месте, если такие будут свободные. Интернет. Вай-фай бесплатно на ресепшне, но некоторые гости говорили, что и в номерах кое-каких бывает ловит. В общем, на стабильный интернет в номере лучше не рассчитывать. Анимация. Ребята молодцы. Отрабатывают программу хорошо, скучать не дают. Акваэробика, йога, танцы, пенные вечеринки, волейбол, дартс. В общем, весь стандартный египетский формат развлечений имеется. Из минусов. Некоторые номера имеют вид на дорогу. Но чтобы не попасть в такие номера, нужно сразу бронировать номера с видом на бассейн или на море, которые, естественно, дороже от стандартов. В зимнее время отель обычно полностью забит, так что бронировать его нужно только заранее. Отзывы разные, но в большинстве преобладают в основном положительные. Отрицательные бывают в основном от туристов, которые переоценили отель, либо кому попался не обновленный номер. Резюме. Обычный отель среднего уровня по египетским меркам. Отдыхать можно всем туристам, но все же больше интересен для туристов без детей. Зимой отель на ближайшие даты почти всегда в стопе, то есть нет свободных номеров. Ну и цена на отдых очень отличается от многих отелей хорошего уровня, но которые расположены в ветреных местах Шарма. Третье место. Стелла Димара Бич 5 звезд. Находится в бухте Наама. Отдыхающие хвалят красивую и ухоженную многоуровневую территорию и приветливый персонал с хорошими манерами. А еще отличное расположение в пешей доступности от активной торгово-развлекательной инфраструктуры бухты Наама Бэй. Открыт в 2009 году и по мере необходимости делается косметический ремонт. Размер отеля относительно небольшой. Общая площадь территории всего 42 тысячи метров квадратных. Но территория красивая, аккуратная, ухоженная, достаточно зеленая, с отличными локациями для фото. Номера время от времени обновляются и в целом выглядят достаточно свежо и оснащены всем необходимым, что нужно для комфортного отдыха. На территории есть несколько бассейнов. Два для взрослых и один детский с подогревом в зимний период. Wi-Fi заявлен бесплатно на территории и в номерах. Работает нормально, а некоторые туристы отмечают, что даже тянет зум-конференции. Гости довольны питанием в основном ресторане. Блюда разнообразные, свежие, бывают морепродукты в виде рыбы, креветок и кальмаров. Всегда хороший выбор фруктов и особенно многим нравятся десерты. И еще есть 4 нормальных а-ля карт ресторана. Пляж. У отеля с приятным желтым песком, но попасть в море у туристов получится только через понтон. Сам понтон небольшой и в море присутствует вполне насыщенный подводный мир. Да, это не самое интересное, что можно увидеть в Красном море в Шарм-эль-Шейхе, но есть и живой коралловый риф и достаточно большое разнообразие морских обитателей. Особенно учитывая особенность бухты Наамабей. Персонал приятный и отзывчивый. Очень часто туристы отмечают хорошую уборку номеров. В общем, обычно претензий не бывает. Развлечения. Днем акваэробика, дартс, боча, волейбол, зарядка йога. Вечером обычное шоу возле бассейна и выступление в лобби-баре отеля. В общем, ничего необычного. Отзывы. В основном все положительные. Негативные встречаются очень редко. Иногда это может касаться не всех обновленных номеров. Либо туристы просто неправильно выбрали отель. Резюме. Хороший отель относительно высокого уровня по египетским меркам. Очень популярный среди репитеров, поэтому часто отель бывает в стопе на ближайшие даты. Ну и это относительно самый холодный отель, если смотреть на это с позиции пляжа. Так как отель расположен на выступе бухты Наамабей, то ветер на пляже будет ощущаться сильнее, чем по сравнению со всеми другими отелями этого топа. Второе место. Риф Оазис Бич Резорт 5 звезд. Красивая, зеленая и хорошо ухоженная территория отеля выглядит как ландшафтный парк, который реально заслуживает внимания. Есть перепады высот, петляющие дорожки, много деревьев, пальм и кустов потрясающих размеров и видов. Всего этого здесь в избытке и в отличном состоянии. Расположен отель на первой линии в бухте Рас Умельсин района Хадаба. От аэропорта примерно в 14 километрах и примерно в 600 метров от скромной инфраструктуры за отелем. Территория отеля просто огромная, целых 220 тысяч метров квадратных. И кстати, это самая большая площадь среди всех отелей данного топа. Поэтому естественно по территории курсируют автобусы, которые подвозят туристов к пляжу. Открыт отель в 98 году. Частичная реновация номеров проводилась в 2014. Пляж. Один из лучших в Шарм-эль-Шейхе. Во-первых, он прикрыт скалой, поэтому тут не будет сильного ветра. Во-вторых, тут есть и нормальный пологий песчаный заход для деток и для туристов, которые не умеют плавать. И хороший домашний коралловый риф, к которому можно добраться с помощью понтона средней длины по меркам Шарм-эль-Шейх. Длина которого составляет примерно 90 метров. Кораллы тут живые и разноцветные. И рыбки тоже интересные. И естественно, чтобы их было много, нужно приходить на пляж как можно раньше, с утра. И плавать не под понтоном, а плюс-минус 300 метров влево или право. Но есть и свои минусы по пляжу. Во-первых, он для такого количества номеров маленький. Протяженность пляжа всего 220 метров. Поэтому при полной загрузке отеля тут будет тесновато. Во-вторых, последний спуск к пляжу представлен в виде ступенек, который подойдет не каждому туристу. В стороне есть и спуск без ступенек. Например, для детской коляски. Но все равно это спуск. Ну и для безопасного захода в море, независимо от пляжа, при заходе с берега всегда рекомендую использовать спецовы. А там поступайте как вам удобно. Номера. Тут все не так однозначно. Их много. 670. Среди которых есть реновированные, которые в более-менее нормальном состоянии. И часть нереновированных. В основном это самая дешевая категория, на которые постоянно жалуются туристы. Поэтому нужно либо бронировать сразу нормальный номер, либо на месте за деньги просить номер с ремонтом. При наличии свободных нормальных номеров. И вай-фай. В номерах нет. Есть только в лобби. Рестораны и питание. Что касается выбора и качества блюд на завтраках, обедах и ужинах, то выбор нормальный, разнообразный, все свежее и выглядит очень аппетитно. Качество напитков тут все стандартно, по-египетски, и оставляет желать лучшего. Ресторан обновленный и приятный. Бассейна много. Они разбросаны по территории отеля. С подогревом в зимний период только один. Кроме этого, можно пользоваться аквапарком отеля Сентида, в котором есть 10 горок для взрослых и 8 горок для детей. Без подогрева в зимний период. Работает аквапарк по графику, который меняется в зависимости от сезона. В целом, по отелю всегда положительные отзывы. Но бывают и отрицательные, которые связаны чаще всего с убитыми номерами. В основном, отрицательные отзывы оставляют туристы, которые не хотят понимать, что за нормальный номер в Египте, как правило, нужно доплачивать. И не только в этом отеле. Первое место. Риф Оазис Сенс Резорт 5 звезд. Еще один представитель сети Риф Оазис Хотелс. И если вкратце по отелю, то это элитное продолжение предыдущего отеля Риф Оазис Бич Резорт 5 звезд. Но на самом деле, это естественно полностью самостоятельный отель, который очень часто имеет цену на порядок выше предыдущего отеля. И естественно, не просто так. Во-первых, он новее, открыт в 2008 году. И ежегодно проводит косметические ремонты по мере необходимости. Во-вторых, он стильнее и выглядит более современно. Номера в этом отеле качественнее, красивее и больше по площади. Но некоторые номера уже нуждаются в обновлении. Интернет бесплатно по всей территории отеля и даже в номерах. На пляже есть отдельная зона, только для гостей данного отеля. Весь пляж разбирать не будем, так как вы уже видели его в предыдущем отеле. Территория Сентида Риф Оазис Сенс находится сразу за территорией Риф Оазис Бич 5 звезд. И примыкает к территории Бич без каких-либо разделений. Поэтому некоторые называют расположение Сентида Риф Оазис Сенс второй линией. Пешком по территории отеля до пляжа придется идти примерно 5-10 минут. Но кому влом ходить пешком, бесплатные автобусы спасут ситуацию. Интервал между автобусами плюс-минус 10 минут в зависимости от загрузки отеля. Во всем остальном гости отеля Сентида Риф Оазис Сенс могут полностью пользоваться инфраструктурой отеля Риф Оазис Бич. То есть бары, рестораны, бассейны. Но обратите внимание, например фреши на завтрак бесплатно только в ресторане Сентида. В ресторане отеля Бич фреш уже за доплату. Ну и все рестораны отеля Сентида предоставляют сервис по меню. То есть гостей будут обслуживать полностью. И в ресторане будет действительно атмосфера ресторана. В отличии от шведского стола в ресторане отеля Бич, который туристы обычно называют не рестораном, а столовая. Гости Риф Оазис Бич 5 звезд могут на территории Сентида Риф Оазис Сенс пользоваться только аквапарком. Сейчас средняя разница по цене между этими отелями составляет 200-500 долларов. На все включено на двоих туристов. На вопрос стоит ли переплачивать за Сентида Риф Оазис Сенс могу ответить так. Это не переплата, а цена за сервис, которого нет в отеле Бич. Ну и вы пожалуйста напишите ваше мнение по этому вопросу в комментариях под этим видео. Это были топ-10 самых подходящих и комфортных отелей категории 5 звезд для отдыха в зимний период, которые находятся в самых теплых местах в Шарм-эль-Шейхе. Да, есть еще хорошие отели в районе Шарксбэй и Хадаби, но все-таки другие отели не самые теплые в Шарме. Также, кроме этих пятерок, есть и хорошие четверки в этих самых теплых и безветренных местах. Более того, некоторые четверки будут интереснее и лучше даже некоторых пятерок из этого топа. Так что обязательно посмотрите обзор самых подходящих отелей категории 4 звезды для отдыха зимой, чтобы выбрать самый выгодный и подходящий отель для вашего отдыха. На этом все. Если вы отдыхали в этих отелях, то поделитесь вашими отзывами в комментариях под этим видео, чтобы помочь будущим туристам определиться с выбором отеля. Либо пишите ваши вопросы тоже в комментариях под этим видео. Ну и благодарю вас за лайки, подписку, комментарии и колокольчик. И за то, что делитесь этим видео в ваших соцсетях, тем самым помогая многим туристам определиться с правильным выбором подходящего отеля. Желаю вам самых лучших и положительных впечатлений от всех ваших путешествий. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.